МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, я Григорий Мерыч Бескин. Я руковожу группой релятивистской астрофизики, которая занимается исследованием нестационарных процессов. Естественного и искусственного происхождения. Искусственное происхождение – это поиск сигналов внеземных цивилизаций, а естественного – разного рода нестационарные процессы, так или иначе связанные с энерговыделением в компактных объектах или компактных областях пространства. Вот чем я занимаюсь, и об этом мы сегодня будем говорить. Я напомню, что все циклы лекции у нас делятся на много разных частей, но прежде всего это общие лекции о разных астрофизических объектах, явлениях, о звездах, о галактиках. О галактиках еще разговора не было, но будет через несколько дней, но о звездах вы уже довольно много слышали. Вторая часть этого лекционного курса – это рассказ о том, чем занимается у нас в обсерватории. И это предопределяет различия в лексике, в подходах, в описаниях. Я об этом говорил еще, когда было открытие школы, и я еще раз это повторяю. То есть лексика будет сложнее вот тех лекций, где мы рассказываем о наших занятиях. И поэтому хотелось бы, чтобы вы сразу задавали вопрос, если что-то непонятно, чтобы мы по ходу лекции это обсуждали, что-то новое узнавали, как-то закрепляли. Это понятно, да? Это просьба. Так что не стесняйтесь. Итак, то есть, скажем так, скидка в меньшей степени, чем в общем курсе, на вашу еще, ну, частичную неподготовленность, вы же только изучаете страфизику, физику. И нам важно, чтобы вы как бы погрузились там, может быть, не все понимая, в те занятия. Так же, как на экскурсиях вам показывали помещения, где люди сидят, приборы, на которых они работают и которые делают. Ну, а здесь мы рассказываем о том, чем мы занимаемся. Итак, речь идет о процессах, связанных с энерговоделением в малых областях пространства за малые промежутки времени, где велика плотность энергии разных видов. Эти процессы, так или иначе, достаточно быстро протекают, и сейчас, последние несколько лет, осознанно, что существует особая область астрономии, астрофизики – это астрономия высокого временного разрешения. Сюда тем более относятся недавно обнаруженные, быстро протекающие, необычные, плохо понимаемые явления, о которых вам Сергей Попов рассказывал кое-что. Помните, что это за явление? Ну-ка, быстрые, прекрасно, быстрые радиовсплески. Самое эпохальное открытие последних лет. Что это? Гравитационно-волновые всплески, которые тоже очень короткие. Ну и, наконец, это старые наши знакомые, о которых вам, наверное, рассказывал Сергей Попов, и Саша Москвитин с вами уже делал практикум. Это гамма-всплески. Так или иначе, эти явления требуют различных подходов, и к ним можно добавить классические объекты и явления, о которых мы немного говорили вчера. Это вспыхивающие звезды, скажем, которые очень похожи по физическим своим свойствам на Солнце, однако их энергетика в тысячу раз более высока, чем солнечная. Это предопределяет необходимость исследования и вспыхивающих звезд классического объекта, тем не менее, с высоким временным разрешением. Ну вот, я как бы начинаю. Дальше мы будем более подробно говорить о разных объектах такого рода и результатах наших исследований разными способами. Об этом и будет наш разговор. Так или иначе, это направление началось в 70-е годы. У истоков его стоял мой друг и учитель Викторий Шварцман, который, еще будучи аспирантом у академика Зельдовича, сгенерировал идею о том, как нужно искать горизонты событий. То, что мы слегка вчера упомянули, если вы помните, что вот одиночные черные дыры, изолированные, аккрецирующие, натягивающие на себя межзвездную среду, они наилучшие полигоны, извините, наилучшие полигоны для поиска горизонтов событий, для исследований гравитации в ее особых сильных проявлениях, которые именно вблизи черных дыр мы можем регистрировать, наблюдать, изучать. И, собственно, он и начал эксперимент МАНИЯ, многоканальный анализ наносекундных изменений яркости, основной задачей которого... Вопрос? Вопрос? Нет? Было сформулировано именно поиски одиночных черных дыр. И поскольку теоретический анализ ориентировался на понимание того, какие процессы происходят вблизи горизонтов событий, Викторий понял, осознал, что проявления аккреции межзвездной среды сопровождаются фрагментацией этой межзвездной среды и быстрыми вспышками, которые генерируются сгустками, падающими на черную дыру. Это основная идея, которая легла в основу эксперимента МАНИЯ. Раз мы говорим о быстрых вспышках, о проявлении изменения излучения, сгустка плазмы, падающего, подходящего к горизонту событий, мы должны исследовать этот процесс с высоким временным разрешением. Мы упоминали уже этот момент. Это характерный размер черной дыры, порядка нескольких километров, деленный на скорость света. Это предопределило необходимость работы с высоким временным разрешением. Так начался эксперимент МАНИЯ в 70-е годы, и он идет до сих пор. Сменились поколения, сменились приборы, методы анализа, но тем не менее мы продолжаем искать черные дыры в первую очередь, но и много других явлений, связанных с быстро протекающими процессами во Вселенной. Итак, основные задачи – это исследование экстремальных, сверхплотных состояний, где высокие гравитационные поля, магнитные поля, где быстрые движения разных частиц, то есть так или иначе, это эффекты, связанные с релятивизмом, со специальной теорией относительности, когда мы говорим о быстрых движениях, и с общей теорией относительности, когда мы говорим о высоких плотностях гравитационной энергии. Отсюда малые размеры таких областей, ну, порядка от километра, скажем, до сотен километров, характерные времена от долей микросекунды, ну, это условная граница до тысяч секунд, и здесь легко понять, что есть разного типа переменность. Это физическая переменность, так или иначе, связанная с развитием неустойчивости, плотности, напряженности магнитных полей, движением частиц, электронов, протонов в потоках, вещества, выбрасываемые из звезд, из пульсаров, из центров галактик. Это возникновение ударных волн. Что такое ударные волны? Вы знаете, да? Что это кто-нибудь может сказать? Ударная волна. Ну, классический пример, это когда самолет преодолевает звуковой барьер, то есть начинает двигаться в воздухе со скоростью, большей скорости звука. Такие ударные волны – это очень распространенное явление при взаимодействии потоков вещества с межзвездной средой. Это уплотнение вещества, это высокие плотности, это выделение большого количества энергии, так или иначе, это процессы тоже нестационарные, которые можно наблюдать в разных условиях. Большие гамма-факторы, речь идет о Лоренц-факторе, это коэффициент при энергии покоя, который характеризует энергию ультрарелятивистского объекта. Понятно. Что такое гамма-фактор? Слышали Лоренц-фактор? Ну, векция – это основа критерии релятивизма. Чем ближе скорость движения к скорости света, тем более релятивистский объект. И единица минус v квадрат на c под квадратным корнем – это фактор, который определяет степень релятивизма при различных движениях. Если мы эту величину, которая стремится к нулю, разница между v квадрат на c и единицей стремится к нулю, если мы разделим единицу на эту величину, то мы получим очень большую величину, она и характеризует энергию движения очень быстро перемещающейся частицы. Высокие гамма-факторы, ну, чтобы вы себе представляли, если масса покоя, скажем, электрона – это полмева, мегаэлектрон вольта, то гамма-фактор, скажем, 100 увеличивает эту величину, извините за тавтологию, в 100 раз. Понятно. Это большие энергии, ну, скажем, гамма-всплесках, это сплошь и рядом от сотни до тысячи фактор, который увеличивает энергию покоя, скажем, движущегося электрона. Коллимационная переменность, связанная с изменением раствора той или другой струи джета, который возникает, начиная от центров галактики, кончая гамма-всплесками, двойными рентгеновскими системами и так далее. Ну и, наконец, геометрическая переменность – это классический пример какой? Тут сказано – пульсар, который своим конусом излучения чиркает, и мы видим чисто геометрический эффект, мы видим изменение интенсивности, скажем, радиоизлучения, но этот эффект связан с вращением пульсара, то есть это чистая геометрия, скажем, так же, как луч фонарика, светят вам глаза, потом уходят, вы видите возрастание блеска и его уменьшение. Ну и такой же эффект имеется при эффекте гравитационного линзирования, когда у вас излучающий объект гравитационной линзы и наблюдатель попадает на одну линию, и их смещение с этой линии приводит к изменению блеска далекого объекта. Где реализуются эти явления? Вот прежде всего, конечно, это нейтронные звезды, давно известные, и необходимо исследование с высоким временным разрешением, чтобы понять детали механизма излучения. Должен вам признаться, что несмотря на то, что пульсары были обнаружены в конце 60-х годов, и общий принцип генерации излучения в пульсарах более-менее понятен, это рождение частиц электронпозитронных в магнитных полях, их излучение в этих магнитных полях, формирование направленных пучков излучения и чиркание этими пучками по наблюдателю. Но детали до сих пор остаются непонятными. Скажем, совершенно ясно, что в радиодиапазоне реализуются так называемые когерентные механизмы излучения, когда частицы излучают синхронно, и при этом складываются не интенсивности электромагнитных волн, а их амплитуды, что приводит к усилению. Это чисто такой лазерный эффект. Как именно это происходит, до сих пор не ясно. В значительной степени это же относится и к оптическому излучению. Его природа в деталях до сих пор непонятна. А совсем недавно, несколько лет назад, в ульцарах пробовидной туманности обнаружили сверхвысокоэнергичное излучение, терраэлектрон-вольты были характерны для излучения у пульсаров пробовидной туманности совсем недавно. И до сих пор нет даже идей, которые могли бы объяснить, как возникают такого рода энергичные кванты вот в этом классическом, давно изучаемом объекте. Кандидаты в черные дыры. Я даже уже сказал несколько слов на эту тему. Ну, так или иначе, здесь главная задача зондирования областей пространства-времени вблизи горизонта событий, чтобы понять его наличие, зафиксировать и понять устройство пространства в его непосредственной окрестностях. Собственно, это и есть критерии того, что мы имеем дело с черной дырой, классической, неклассической, но важно, что это не объект с поверхностью, а объект, окруженный полупроницаемой мембраной, который и является горизонтом событий. Через сквозь нее все проходит, оттуда ничего не возвращается, информации мы оттуда не получаем. Хотя это очень условная фраза, когда-нибудь мы это обсудим в деталях. Эти же процессы, связанные с черными дырами, происходят в рентгеновских бойных системах, однако там аккреционные процессы, аккреционные диски, излучение этих образований, оно затмевает то, что происходит вблизи горизонта событий, об этом мы будем говорить. Но так или иначе, там работают магнитные поля, развиваются неустойчивости, возникают короны и магнитосферы вокруг аккреционной структуры, вокруг черной дыры и, впрочем, нейтронных звезд тоже. И для того, чтобы понять физику этих явлений, нужно использовать средства наблюдательные с высоким временем разрешением. Ну и, наконец, гамма-всплески, где просто фиксируются джеты, струйные выбросы, где развиваются неустойчивости, бегают ударные волны, и сама физика этих джетов до сих пор не ясна. Ну и очень важно понять природу центральной машины, источника энергии такого рода выбросов, детали взаимодействия этих выбросов с окружающей средой, ну и так далее и тому подобное. И вспыхивающие звезды – это классический объект, но до сих пор, и дело даже не в том, что мы не знаем и не можем предсказывать поведение Солнца, но мы плохо себе понимаем, что происходит во вспышках в тысячу раз более энергичных у красных карликов, скажем. И совсем недавно, вот мы в этом приняли участие, наверное, чуть ли не первые, обнаружили некое новое явление во вспышках красных карликов, которое затем было подтверждено при наблюдении в другом диапазоне. Я об этом и буду говорить несколько позже. Значит, как мы работаем, какие приборы используются? В классической версии, начиная с 70-х годов, мы работали с обычными фотоэлектронными умножителями. Что это такое, вы представляете? Что это? Фотокатод выбивает фотон, что? Электрон. Дальше что происходит с электроном? Ну давай, расскажи. Он усиливается там, подается, по-моему, высокое напряжение, он в итоге, после того, как его выбили, он усиливается, в таком разуме, с одного электрона мы получаем на выходе его довольно большое множество. Понятно. Можно зафиксировать. То есть усиливается ток, значит, размножаются электроны. Один электрон порождает большую лавину, которая регистрируется, и при высоком временном разрешении системы регистрации можно детектировать очень короткие события. Ну вот, временное разрешение классических фотоэлектронных умножителей достигает наносекунды. До сих пор в Черенковских телескопах, которые регистрируют широкие атмосферные ливни, их временное разрешение системы фотоэлектронных умножителей достигает наносекунды. На две-три наносекунды. Правильно. Это был первый этап. Далее произошло развитие нашей аппаратной базы. Оно было связано вот с чем. Ну, вы знаете, что такое ПЗС-матрица. Вам уже об этом рассказали. Но ПЗС-матрица работает с аналоговым сигналом. Она работает с токами. Это понятно. Для того, чтобы она считала отдельные фотоны, нужны специальные чувствительные методы. Это очень сложная задача для ПЗС-матрица. Высокое временное разрешение, например. Мы же работаем с так называемыми координатно-чувствительными детекторами. Координатно-чувствительный детектор это по существу... Ну, давайте чуть позже. Я еще пару слов скажу про лавинно-пролетные диоды. Это, по сути, в полупроводниковой версии находится такой счетчик Геггера, который реагирует на пролетающий фотон, который генерирует лавину вторичных электронов напрямую. И эта лавина регистрируется. Это очень тонкие приборы, потому что там срыв этих лавин происходит. Но, тем не менее, они вносят свой вклад и развивается это направление. Сейчас есть хорошие детекторы на базе так называемых лавинно-пролетных диодов. И мы немного наблюдали с этим прибором. Ну и методы анализа данных. Тот же Викторий Шварцван в свое время придумал метод анализа интервалов между отдельными фотонами, потому что интенсивность потоков фотонов для того, чтобы исследовать микросекундные характерные времена, была очень и очень мала. Ну, вы представляете, если в среднем объект 17-18 величины излучает примерно 1000 фотонов в секунду, который регистрируется на 60-метровом телескопе, это значит, что если вы будете строить классическую кривую блеска, что это такое? Вы фиксируете временное окно и считаете, сколько фотонов последовательно приходит в этих временных окнах. Это понятно, да? Если у вас, скажем, 1000 фотонов в секунду, значит, и вы хотите смотреть переменность на характерном времени 1 микросекунда, что это значит? 1000 фотонов в секунду – это значит в среднем 1 фотон за миллисекунду. Это понятно? А мы хотим понимать, как ведут себя потоки фотонов на микросекундной временной шкале. Что это значит? Это значит, что в кривой блеска у вас будет 1000 пустых, это значит, что мы должны взять окошечко 1 микросекунда, если мы хотим смотреть переменность на микросекундной шкале. Это значит, что 1000 окон будут пустыми, там не будет фотонов, и всего лишь 1 фотон за эти 1000 окон будет зарегистрирован. То есть кривая блеска в классическом ее понимании, зависимость числа фотонов от времени в определенном временном окне, здесь плохо работает. Сейчас это уже можно делать, потому что можно анализировать гигантские массивы данных. В то время, когда все это началось, таких возможностей просто не было. И, значит, был придуман метод анализа интервалов временных между фотонами. Вам не надо считать, сколько фотонов приходит в единицу времени, а вы смотрите, как меняется интервал между соседними фотонами. Кто-нибудь может мне сказать, если интенсивность средняя возросла, как будет меняться интервал между фотонами? Он будет громче? Совершенно верно. И по уменьшению этого интервала мы можем считать, возросла интенсивность полного потока или уменьшилась, причем на временной шкале микросекунды. Понятно это? Вот такая была идея, она очень красивая. Мы в свое время много лет пользовались этим методом, так называемых Y2-функций. Ну, потом уже перешли к более классическим методам, потому что компьютеры позволяли работать с гигантскими массивами данных. Значит, и несколько слов о том, как устроен координатно-числительный детектор. Это, по сути, набор микрофотоэлектронных умножителей. У вас есть так называемые, видите, эти серые, темные такие два диска. Это так называемые микроканальные пластины. Они представляют из себя спеченные маленькие стеклянные канальцы диаметром порядка нескольких микрон, которые наклонены к оси прибора. Попадает в этот канальец электрон. Что будет происходить? Первый электрон, выбитый из фотокатода фотоном. Что будет происходить? Каналец наклонен. Ударяется о стенку. Дальше что? Отскакивает. Но он уже что делает в этом канальце? Он порождает, так же, как в системе динодов ФЭУ, несколько электронов. Они падают на противоположную сторону канала, порождает, в свою очередь, большее количество электронов. То есть происходит тот же эффект размножения электронов, но на микроуровне. И при этом вы можете увидеть, как, в каком месте этого диска больше выбито электронов. То есть вы получаете прибор с определенным пространственным разрешением. Вы видите, вы собираете не энергию, не все фотоны, которые излучаются объектом, а знаете, как эти фотоны распределены в пространстве. Это понятен принцип. В ПЗС у вас отдельные пиксели, дискретные. Здесь это происходит, определение пространственной структуры здесь происходит непрерывным образом, потому что сами эти канальцы очень маленькие, и все определяется разрешением системы регистрации. Вот смотрите, на анод попадает лавина размноженных в микроканальных пластинах электронов. Поскольку анод разделен на несколько частей, изолированных друг от друга, лавина попадает сразу на несколько этих электродов. Вы понимаете, что соотношение зарядов на каждой части анода позволяет судить о центре лавины? Это ясно? У вас четыре заряда, их соотношение определяется центроидом упавшего электронного пятна. Вот такой вот координатно-чувствительный детектор. Это очень остроумная система. Ну а как, по-вашему, сколько электродов должно быть там? Сколько на аноде должно быть отдельных частей? Ну, чем больше, тем лучше. Это понятно, да? Тем вы точнее можете определить, где находится центр лавины. Но, с другой стороны, когда много электродов, то точность измерения заряда, попадающего на каждый, будет что? Ну, мало электронов. Значит, точность определения заряда будет меньше, будет падать. Тут нужен оптимум. Вот сейчас мы работаем, начинали с четырех электродным анодом, а сейчас работаем уже с шестнадцатым. Наверное, шестнадцать – это что-то оптимальное. Ясно. Ну, поехали дальше. Ну, все определяется, квантовый выход, в конце концов, определяется фотокатодом. Мы работали с фотокатодами стандартными, с низким квантовым выходом. Сейчас мы переходим к новым координатно-чувствительным детекторам другого состава фотокатодом, где квантовый выход уже, скажем, не 10%, а 50%. Вы понимаете, что такое квантовый выход, да? Это сколько у вас фотонов порождают, какая часть фотонов порождает электроны. Значит, одна десятая, то, с чем мы работали до сих пор, и половина, то, с чем мы уже сейчас работаем, это понятно, да? Это и есть квантовый выход. Вам, кстати, об этом говорили, когда в лаборатории перспективных разработок. Да, а какой квантовый выход, то ПЗС-матрицы. Кто-нибудь запомнил? Громче, давай, давай. 95-98 у лучших ПЗС-матрицы. А у СИМОСы вам тоже показывали? КМО, КМОС, да? Нет? Там, где усилители под каждой интенсивной не показывали? Ну, вы знаете, что это такое, да? Это, ну, там пониже квантовый выход, но идет борьба за 95-98%. Ясно. Значит, и вот весь комплекс современный, как видите, масса компьютеров, и сам панорамный фотополяриметр, который позволяет в разных модах не только считать фотоны, но и мерить поляризацию, получать спектры низкого разрешения, то есть это такой универсальный прибор высокого временного разрешения. И система регистрации позволяет определять момент прихода каждого фотона с точностью вдоль и микросекунды. То есть интегральное временное разрешение нашего комплекса современного, это примерно одна микросекунда. Но при этом надо сказать, что в отличие от ПЗС-матрицы, координатно-чувствительные детекторы имеют узкий динамический диапазон. Что это значит? Понимаете? То есть линейность отклика электрического на попавший свет находится в узком диапазоне. Скажем, мы не можем считать потоки, в которых больше, чем миллион событий. Что происходит? У нас, грубо говоря, выгорает фотокатур. Понятно. В отличие от ПЗС-матриц, где, в общем, порог намного выше. Поэтому мы работаем, в основном, со слабыми объектами. Ну вот схема этого нашего рабочего прибора сейчас, панорамного спектра полириметра. Здесь два координатно-чувствительных детектора. Поток света делится по поляризации и по цвету. Это значит, что мы одновременно можем мерить четыре цвета, ну то есть регистрировать излучение в четырех разных полосах. Ультрафиолетовый, голубой, зеленый и красный. И при этом одновременно определять поляризацию. Для этого у нас служит, сейчас у нас очень хорошая призма, двойной волостон, так называемый, который делит поток на четыре изображения с разной поляризацией, что позволяет определять, мерить линейную поляризацию, циркулярную. Вот в данной версии мы не измеряем. Ну понятно, что здесь написано. И конечный предел при хорошей погоде мы можем исследовать с микросекундным временным разрешением за час-два наблюдений объекты вплоть до 20-й, ну 20-й это нормальная оценка, до 20-й звездной величины. Это неплохо. Я напомню, что средняя звездная величина пульсаров крабовидной туманности это примерно 15-я звездная величина. Средняя. В пике она примерно 13-я звездная величина. Величина в пике пульса. Но мы об этом еще чуть-чуть поговорим. Так, вопросы у нас появляются или нет? Там все понятно, что я произношу, нет? Можете еще раз повторить, как координатный чувствительный детектор определяет положение лавирусов? Положение лавины. Значит, падает пятно электронов на анод. Это понятно. Усиленных, размноженных электронов в микроканальной пластине. Как размножение происходит, понятно более-менее. Да? Хорошо. Значит, напомню, как ФЭУ происходит. ФЭУ – это трубка, и по бокам так называемые диноды. У вас выбивается электрон из фотокатода упавшим, то есть фотоэффект происходит. Вылетает электрон, попадает на первый денод. Из первого денода выбивает какое-то количество электронов. Эти электроны попадают на другой денод, выбивают в свою очередь какое-то уже большее количество электронов. Ну, примерно 16 такого рода денонов есть. Значит, происходит размножение из одного электрона, у вас появляется, ну, условно говоря, 100 тысяч электронов на выходе. Это понятно, да? Понятно. То же самое происходит в трубочках маленьких. Под углом падает электрон, движется лавина зигзагом внутри этих микротрубочек. Это понятно. Эти микротрубочки собраны в диск размером, ну, скажем, диаметром 18 миллиметров. Ясно. Значит, и тогда на выходе у вас появляется пятно заряда. То есть лавина попадает на анод, и на каждый из электронов, видите, здесь 4 электрода, видно? Они изолированы. На каждый электрод попадает не разное количество электронов, разный заряд. Вы меряете этот заряд, он усиливается, измеряется обычным стандартным, там, электрическими приборами. И соотношение, ну, представляете, если у вас точно, лавина придет точно, с одинаковыми зарядами на все, на все электроды, где будет расположен ее центр? Ну, представьте себе, пятно ровно на 4 части разделено по 4 электродам. Где находится ось лавины? Давай громко. В центре этого анода. Это понятно? Смещаем. Где-то больше заряд, где-то меньше. Значит, центр лавины, ось лавины сместилась. Соотношение зарядов позволяет нам определить этот центр. Значит, вот как выглядит на панорамном приемнике в разных модах то, что на входе было точечным объектом. Значит, это спектральная мода. Видите, спектрики. Ну, это пульсар в крабовидной туманности. Забегу вперед. Это пульсар, звезда рядом с ним и участок туманности. Дальше. Это спектрополяриметрия. Понятно. Видите, здесь 4 изображения. Ну, одно слабенькое. 4 изображения, причем спектров. Это значит, что вы можете померить линейную поляризацию спектра определенного объекта. Это сразу 4 полосы. Изображения, разделенные по 4 фотометрическим полосам. U, B, V, R. Ультрафиолет, голубой диапазон, зеленый и красный. Вот таким образом проводится наблюдение с высоким временным разрешением. При этом, если вы помните, в самом начале я говорил о том, что наша задача максимум информации о каждом фотоне получить. Вот здесь мы ее получаем. С высоким временным разрешением меряем поляризацию, меряем спектр, меряем распределение энергии в спектре с помощью регистрации фотонов в разных фотометрических полосах. Это понятно? Вот так это выглядит. Это как бы и то. Теперь, что у нас получалось? На разных этапах получалось разное. Мы довольно много времени наблюдали вспыхивающие звезды, чтобы понять, как устроены их вспышки. Причем на первом этапе мы прежде всего наблюдали в ультрафиолетовой полосе. Как правило, вспышки очень голубые у красных карликов, при том, что сама звезда очень красная. И довольно много этих вспышек зарегистрировали, строили распределение их характерных времен. Так или иначе, мы искали проявление нетепловых процессов в этих вспышках. Что такое нетепловой процесс? Что такое тепловой процесс? Что такое тепловое излучение? Вы представляете? Это планковский спектр. Слышали такие слова? Это спектр там черного тела. Понятно. Связанный, так или иначе, с нагревом какого-то объема. Нетепловое излучение это излучение частиц, которые высвечивают свою энергию так или иначе в ударных волнах, в магнитных полях, то есть не за счет такого прямого, простого теплового процесса. Как правило, я упоминал об этом уже, нетепловые явления приводят к очень быстрым изменениям, быстрым движениям, высвечиваниям в магнитных полях. Мы искали именно такие свидетельства. Более того, мы опирались на гипотезу довольно старую гипотезу, которая была сформулирована известным физиком Гордоном в Советском Союзе, о том, что гипотеза стояла в том, что возможно синхротронное излучение во вспышках красных карликов. Синхротронное излучение это излучение электронов, очень быстро движущихся в магнитных полях. Это типичный пример нетеплового излучения. И мы это искали. При этом есть стандартная газодинамическая тепловая модель вспышек, когда у вас в короне вспыхивающей звезды, где есть магнитные поля, за счет неустойчивой конфигурации магнитного поля. Это, как правило, происходит всегда, когда у нас есть магнитные поля. Я даже упомяну, что даже в пульсарах магнитные поля в некотором смысле неустойчивы. И глобальное магнитное поле может изменить свою конфигурацию. Ну, а Солнце, вы это хорошо знаете. То же самое происходит во вспышках. У вас перезамыкаются магнитные силовые линии в короне, ускоряются электроны, которые там в короне бродят, и направленным потоком проходят в более плотные слои атмосферы звезды. Нагревают их, не высвечивая свою энергию в магнитных полях, нагревают, и мы имеем вспышку. Это стандартная газодинамическая модель. И предсказаны характерные времена в этой модели довольно большие. Они, как правило, превосходят секунду. Те эффекты, которые мы искали, они, как правило, короче секунды. Вот эти излучения синхротронного типа, излучения электронов в магнитных полях, это на субсекундной временной шкале реализуются эти эффекты. Ну вот на первом этапе мы, ну видите, здесь выводы, довольно много вспышек было зарегистрировано, и мы не нашли отклонений от газодинамической, стандартной, классической модели вспышек красных карликов. Вот как выглядят эти вспышки. Форма потрясающе разнообразна, и по этой причине в том числе очень трудно их классифицировать. Да? Да. Число, ну, доля, доля вспышек с определенной, определенной длительности. Вот видите, вот здесь вот Т переднего фронта. Как быстро или медленно возрастал блеск в отспышек. А еще вопрос, а почему в графиках построены как бы столбцы вот на каждое значение? Да, это гистограмма. А там, ну там вот такой густойник лежит, ну, на третьем, в плане, не вертикально или золотистой, а просто... Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, секундочку. Вот это? Да, вот это что-то значит, или просто так построено? Нет, это просто можно разбить на клеточки. Такие же клеточки, просто примерно одинаково на трех диапазонах времени это было. Понятно, да? Ну, это гистограмма, это вот такой дискретный график. Ясно, поехали дальше. Ну, вот примеры. Это бесконечно разнообразный зоопарк этих вспышек. Как видите, тут и группы, и отдельные спайки. Ну, в общем, море интересных явлений. Ну, вот примеры у разных звезд. Самая короткая вспышка в то время имела фронт порядка где-то 0,8 секунды. Вот она. Она небольшая. Это было на грани, на грани газодинамической модели. Но, в общем, не вышло за ее предел. Ну, вот видите, вот вот линия, которая отделяет. Ну, здесь теория, предсказание теории, а это результаты наблюдений. Ну, вы видите, что все события были длиннее, чем то, что предсказывает газодинамическая модель. Дальше. Следующий цикл начался в 2007 году уже с измерением поляризации. Это принципиально. На первом этапе мерилась только интенсивность. Теперь уже мерилась поляризация и было зарегистрировано несколько десятков вспышек, и поляризации обнаружено не было. То есть оказалось, что вспышки не поляризованы. Это вообще уникальные были наблюдения, потому что в норме на такой временной шкале, на временной шкале в секунды поляризацию не удается в других экспериментах наблюдать. Мы это, тем не менее, делали, ну, благодаря большому размеру телескопов, способы регистрации и так далее. Вот как выглядят уже вспышки в поляризации. Это так называемые два параметра стокса, зависимость их от времени. Параметр стокса, когда мы возводим в квадрат каждую эту величину, складываем и извлекаем корень, вы получаете степень поляризации, то есть отношение поляризованного света к полному излучения. Вот такое простое соотношение. Мы видим, что никак параметры стокса, ну, то есть поляризация, не чувствуют наличие вспышки. Вне вспышки и во вспышке поведение поляризационной характеристики одинаково. Значит, поляризации во вспышке нет. Это было грустно. И в других вариантах то же самое. Видите, семейство вспышек нет на кривых зависимости параметров стокса от времени никаких отклонений, связанных со вспышкой. Нет поляризации. Причем временное разрешение здесь разное. Вот здесь одна секунда, перед этим было 10 секунд. То есть более подробно смотрели на короткой временной шкале. Здесь тоже одна секунда. Тоже одна секунда. Видите, никаких отклонений во вспышках на с параметрами стокса нет корреляции вспышек и изменений поляризационной характеристики. А вот уникальный случай. Вот здесь у нас зашкалила аппаратура. Видите, вспышка была очень мощная, там, несколько величин звездных, и аппаратура вырубилась, ну, так сказать, без разрушения. Да, пожалуйста. Почему график разрушена? Что-что? Почему график разрушена? Именно поэтому перестала регистрировать поток наш детектор. Вот я вам показываю кухню, как это происходит. Когда интенсивность очень велика, там есть блокировки, чтобы и поток не превзошел определенной величины, иначе выжит просто детектор. Вот это и произошло. Значит, причем, обратите внимание, это очень такая впечатляющая вещь. Вот точность измерений поляризации, да, понимаете, ее нет здесь, средняя линия это ноль, ее нету, а потом, когда интенсивность стала возрастать, разброс значений стал меньше, то есть точность измерений возросла, если вначале она была порядка 10% для поляризации, видите, да, как точность возросла, если здесь мы могли бы обнаруживать поляризацию порядка 10%, ну, если бы за шум этот параметр вылез, то здесь мы уже могли бы иметь поляризацию, если бы она была на уровне процента. Ну, понятно, почему, потому что число фотонов возросло во много раз. Ну, вот это тоже один из участок, начальный участок, ну, это тоже важно, почему, обратите внимание, какое здесь временное разрешение, здесь уже одна десятая секунды, то есть мы могли бы обнаружить тонкие детали в структуре вспышки и поляризации на очень короткой временной шкале, которая была бы свойственна маленьким очень объемом, которые во вспышке светили бы в ее частях, понятно? Ясно? Дальше. Ну, и, наконец, нам повезло. Была мощная очень, несколько величин вспышка звезды у Китая, это прототип этого типа звезд, вспыхивающих звезд. Эта вспышка выглядела так, вот она на большой шкале, а вот ее вершина, вот эта вот часть, вот она выглядела так. Видите, что здесь, да? это так называемые спайки субсекундной длительности. Их сразу было зарегистрировано больше десятков. Вот здесь указаны характерные времена переднего фронта и заднего фронта. Это, ну, общая длительность там от, скажем, полсекунды до 1,2 секунды, ну, и фронты там от нескольких десятых до половины секунды. Это очень большое везение, такое явление вот в таком количестве было зарегистрировано нами впервые вообще в исследовании вспыкивающих звезд. Но мало того, было обнаружено, что эти спайки поляризованы, вот эта принципиальная вещь. И вот мы получили ограничение, мы получили нижние пределы на поляризацию этих отдельных спайков, которая оказалась просто громадной. Ну, вот здесь эти красные точки это значимое обнаружение, то есть поляризация большая, она сильно выше, чем точность наших измерений этого параметра. Здесь есть несколько слабо поляризованных событий, где поляризацию мы не обнаружили. Однако в целом поляризация была, извините, была обнаружена с величиной превышающей 25-35%. Такого рода поляризация может быть только у электронов, которые излучают синхротронный свет, синхротронные фотоны в магнитных полях. То есть таким образом мы впервые обнаружили признаки синхротронного излучения в корональных магнитных полях. Вот посмотрите, мы оценили по параметрам этих вспышек характерные параметры, физические параметры этих излучающих областей они оказались тот самый Лоренц фактором, о котором я говорил вам, 700, то есть энергия электронов 350 мегаэлектронов вольт. Это очень энергичные электроны, поля типичные для корон вспыхивающих звезд, и это впервые было обнаружено вот в наших наблюдениях. Через пару лет при наблюдениях в миллиметровом диапазоне были обнаружены тоже признаки синхротронного излучения у двух других вспыхивающих звезд. То есть сейчас можно говорить, что синхротронное излучение во вспышках звезд обнаружено. Оно было предсказано в 60-е годы. То есть это в некотором смысле открытие, так скажем. Далее. Следующий объект, который мы изучали, это маломассивные рентгеновские двойные системы. Что это значит? Маломассивная система, она состоит как правило из красной коричневой звезды малой массы, это может быть карлик, это может быть гигант, ну с массой порядка, там массы солнца может быть чуть-чуть выше, которая активно выбрасывает, передает вещество своих верхних верхних слоев, передает газ на компактный компаньон, нейтронную звезду или черную дыру. Нейтронная звезда или черная дыра определяется по типу рентгеновского излучения, которое регистрируется, это все рентгеновские источники, это очень важный момент, они были обнаружены при наблюдениях из космоса с помощью рентгеновских телескопов, а потом отождествлены в оптическом диапазоне. Исследовались уже как обычные оптические двойные системы, но при этом все понимали, что их структура связана с перетеканием потоков газа от нормальной звезды на компактный релятивистский объект, нейтронную звезду или черную дыру. И мы исследовали эти системы в надежде найти динамику вещества в аккрецирующей структуре, аккреция это просто падение вещества на гранитирующий центр. Закономерности этой аккреции, особенности попадания вещества на нейтронную звезду, например, когда есть такое явление рентгеновские барстеры, это когда у вас накапливается газ на поверхности нейтронной звезды, и при превышении его количества некого уровня у вас происходит термоядерный взрыв. Это в свое время было очень интересное открытие в рентгеновских наблюдениях. Мы наблюдали в том числе несколько объектов такого типа. Но наша задача, как обычно, была найти тонкую временную структуру в их излучении, которая бы нам много сказала о механизмах излучения фотонов в этом аккреционном диске, вблизи, в том числе, горизонта событий или поверхности нейтронной звезды. Но опять-таки близко подойти не удается в этих системах, потому что поток газа очень велик и закрывает горизонт событий. Ну вот 14 систем получили ограничения, однако в нескольких случаях были обнаружены очень короткие вспышки. Вот здесь их параметры. Было понятно, что это явно не тепловые явления, связанные с излучением быстрых частиц в магнитных полях. Это они разного типа, эти звезды, двойные системы. Ариэль 0620 это новая рентгеновская новая 1975 года. В центре находится второй компонент это черная дыра по спектру по рентгеновскому. Это видно и по функции массы, определенная масса это черные дыры. Ну и вот там были обнаружены вот такого рода вспышки, короче, чем миллисекунда передние фронты у них были. ну и стало ясно, что эти явления связаны с неустойчивостями в диске, с развитием неустойчивости в магнитных полях, с излучением быстрых частиц, то есть довольно редким явлением. Тем не менее это было зарегистрировано и выделяет эту систему из других. Мы потом еще несколько раз ее наблюдали, но это довольно редкие, очень редкие события. то есть в норме можно сказать, что акреция происходит обычным стандартным газодинамическим образом, однако время от времени там возникают вот такие нетепловые явления, связанные и проявляющиеся в коротких вспышках. Другой объект наблюдался, это уже был рентгеновский барстер, мы искали в нем вспышки в надежде найти опять-таки их тонкую структуру, и было обнаружено два таких события. Эти наблюдения проводились на двухметровом телескопе в Аргентине, это южный объект. Уверенно были обнаружены две вспышки с длительностью порядка долей секунды, при этом передние фронты и тонкая структура соответствовали десятку единицам миллисекунд. То есть здесь тоже мы обнаружили некие проявления нетепловых процессов, быстрых электронов, излучающих магнитных полях. Ну и наконец мы довольно подробно исследовали маломассивную рентгеновскую двойную, которая была новая Персея, вот ее кривая блеска, она меняла свой блеск от 12 чем-то величины до минимума на уровне 20-й звездной величины, и мы провели несколько наблюдательных сетов, ну прежде всего вблизи максимума и в минимуме тоже. И там мы обнаружили множественную переменность вспышки различных длительностей от долей секунды до секунд, и более того, поскольку здесь наблюдения проводились одновременно в двух фотометрических полосах, мы определили, как ведут себя, как реализуется изменение цвета во вспышках, то есть здесь было не просто зарегистрировано излучение, но по сути были две точки на спектре излучения этих вспышек было зарегистрировано. Здесь был сделан вывод о том, что мы видим фрагментированную структуру аккреционную, однако излучение отдельных этих сгустов нельзя считать полностью нетепловым, потому что есть такой параметр яркостная температура, это по потоку зарегистрированного излучения вы в рамках представления о том, что это тепловое излучение определяете температуру, если она превышает 10-8 градусов, вы можете сказать, что это не тепловой процесс, не тепло, а какие-то релятивистские электроны излучают или что-то в этом роде. если же яркостная температура превышает 10-11-10-12 градусов, вы можете говорить о том, что у вас когерентный процесс. И вот в пульсарах яркостные температуры доходят до 10-30 градусов Кельвина, это типичный когерентный процесс. Здесь яркостная температура была на грани, то есть сказать, что это не тепловой процесс было невозможно, мы только могли сделать вывод о том, что поскольку вспышек было много, и они были достаточно короткие, что диск не сплошной, а фрагментированный. Вот общий вывод из этих наблюдений. Ну и, наконец, поиск одиночных черных дыр, это наша главная задача. Одиночные черные дыры это финальные звездных масс, я подчеркиваю, речь не идет о центрах галактики, где сверхмассивные черные дыры. Здесь речь идет о массах порядка 25-30 масс Солнца, но в норме, вот если примерно по нескольким сотням черных дыр, гипотетических черных дыр, входящих в данные системы, средняя масса их определила примерно 10 масс Солнца. Но тут я сразу хочу сказать, что в первом гравитационно-волновом импульсе сливались черные дыры с массой превышающей 30 масс Солнца. То есть, в принципе, такого рода массивные черные дыры могут образовываться, и на эту тему есть много работ. Как это происходит, пока не ясно. В процессе эволюции одиночной звезды масса черной дыры, как правило, там от 10, там 10-20 масс Солнца. Вот так скажем. Средняя величина она 10 масс. Значит, ну, рождаются они на финальных стадиях эволюции массивных звезд, как вам было на лекции рассказано. В год в среднем по оценкам рождается там одна такая черная дыра в 100 лет. Значит, нашей галактике должно быть примерно 100 миллионов черных дыр. Большая из них часть изолированной, потому что многие двойные системы после взрывов распадаются. Не все. Что здесь важно? Помимо того, что, как мы уже говорили много раз, наша задача обнаружить и следовать горизонт событий, что было бы доказательством справедливости, общей теории относительности в сильных полях. На данный момент в слабых полях нет сомнений, что работает ОТО, но при этом есть еще несколько теорий гравитации альтернативных и расхождение предсказаний разных теорий начинается в сильных полях. А сильные поля характеризуются отношением гравитационного потенциала к квадрату скорости света. Ну, чтобы вы понимали, что у Солнца это одна миллионная, то есть это слабое поле, даже у нейтронной звезды это всего 10%, вот это отношение, всего одна десятая. То есть сильная гравитация это опять-таки вблизи черной дыры, где можно ожидать проявлений эффектов непредсказанных общей теории относительности, а которые характерны для других альтернативных теорий гравитации. Ну вот, например, черные дыры некоторых скалярно-тензорных теориях гравитации, где у вас не только тензорное поле, как в общей теории относительности, а смесь там несколько компонентов гравитации есть, черные дыры просто не образуются, и вы имеете, мягко говоря, массивную кварковую или нейтронную звезду с поверхностью, с проявлениями этих поверхностей и так далее. Поэтому так важно подойти к горизонту событий и, наконец, его обнаружить. Вот, собственно, почему мы ищем черные дыры и проверить, наконец, сделать выбор, отвергнуть альтернативные теории гравитации, ну и просто найти предсказанные черные дыры, такие экзотические, важные, интересные объекты. Почему звездной массы черные дыры, почему изолированные? Как я уже говорил, еще раз повторю, есть два типа объектов, где, по-видимому, существуют черные дыры в этих объектах? Это двойные системы, прежде всего, рентгеновские, и сверхмассивные черные дыры в центрах активных ядер, активных ядер некоторых галактик. Темп окреции, падение вещества на эти черные дыры столь велик, что горизонт событий практически недоступен для наблюдения. Вот мы упоминали уже о тени черные дыры, и там фотоны приходят отнюдь не из областей, прилегающих горизонту событий. То есть там поэтому так аккуратно формулировалось, за что дали ну, мы говорили об этом. Вчера, помните, нужно подбираться ближе, а не останавливаться на двух с половиной радиусах горизонта событий. Ну, и как раз в случае акреции из межзвездной среды, падения вещества из межзвездной среды, низкий темп акреции, в миллион раз меньше, чем в двойных системах, скажем, он позволяет увидеть то, что происходит вблизи горизонта событий. Ну, и оценки показывают, что вблизи горизонта событий излучается примерно 30% всего излучения вот этого сгустка межзвездной плазмы, который зондирует пространство вблизи черной дыры. Это довольно большая доля, которая позволяет надеяться, что мы увидим фотоны, которые родились очень близко, ну, по крайней мере, на расстояниях меньшим, чем два размера горизонта событий, и понять, как устроено пространство-время вблизи горизонта событий. Значит, была некоторая теоретическая работа, проведенная уже в последнее время, где были учтены возможности дискретного характера, дискретного характера излучения вблизи черной дыры, который был связан с усилением, вот этот характер определялся, усилением магнитного поля при падении вещества, развитием неустойчивостей в магнитном поле, генерации быстрых частиц в зонах перезамыкания магнитных силовых линий. Помните, эти слова произносились в ситуации со вспышками красных карликов, процессы примерно похожи, только энергетика разная, и эти перезамыкания приводят к образованию сгустков плазмы, выброшенной из зоны перезамыкания, и вот эти сгустки падают на черную дыру и излучают. Вот их-то, они-то и проявляются как некие вспышки на очень короткой временной шкале, их мы в конце концов вывищем. При этом спектр черной дыры достаточно плоский, вот он так выглядит, плоский в широком диапазоне, начиная от инфракрасного, инфракрасной области спектра и кончая гамма-диапазоном. И проявляются такого рода черные дыры, точнее ореолы вокруг них выглядят как звезды со светимостью порядка несколько меньше, до тысячи раз, до десяти тысяч раз меньше, чем светимость Солнца, но есть характерная особенность, спектры этих ореолов лишены линии, того типичного признака, который мы наблюдаем практически во всех, у всех объектов во Вселенной, за некоторое не исключение. Ну вот, собственно, этот признак типичной светимости проявления там звездной величины на расстоянии в 100 парсек, и при этом надо отметить, что такого рода объекты, они должны обладать достаточно большим собственным движением, почему, скажите мне, потому что они, что, они близко, близко, если они далеко, мы их просто не увидим, понятно, да? То есть они очень похожи, скажем, на белые карлики, которые обнаруживаются по большому собственному движению, потому что они близкие. Те же вспыхивающие звезды, это довольно близкие объекты. Вопрос какой-то, да? Объясняю. Значит, близкая окрестность, вот звезды в близкой окрестности быстро движутся, у них есть параллаксы и собственные движения большие. то есть они близкие и быстро двигаются. Понятно, да? Вот белые карлики, их обнаруживают по большим собственным движениям. Не у всех близких объектов есть собственные, но когда вы обнаружили собственное движение и видите параллакс, вы можете сказать, где находится объект и определить его светимость. Это понятно? Да, да, конечно, конечно, конечно. Но мы же заранее не знаем, что это за объект. Мы ищем что? Мы ищем критический признак, быструю переменность. А пока мы говорим о признаках, которые должны быть у обычных звезд, ну там, близость, то есть собственное движение достаточно большое, светимость такая, если в зависимости от расстояния от 15 до 25 звездной величины. И, да, спектр обязательно без линий. Вот это принципиальный момент. Ну и ищем вспышки. Если бы нашли, то сказали бы, да, вот здесь черная дыра. То есть не обычная звезда, не белый карлик, а черная дыра. Ну вот эти критерии позволяют отбирать, да, еще очень важный момент. Вот кривая блеска, сгустка, которая приближается к горизонту события. Это было рассчитано в наших работах как раз. И вот видите, вот здесь вот это расстояние меньше двух ржей. То есть это как раз вот эта вот вся информация о том, что происходит вблизи горизонта событий, находится вот в этом фронте вспышки, в том, как она гаснет. Не как она разгорается, а как она гаснет. И это понятно почему. Потому что при приближении к горизонту событий у вас частота фотонов излучающих падает, они, грубо говоря, краснеют, коричневеют и чернеют. И интенсивность этого излучения тоже падает, потому что они могут испустить свет, который дойдет на нас, все в более узком и узком конусе, в котором распространяется излучение, понятно, то есть схлопывается, падает интенсивность и возрастает длина волны. И поэтому вспышка затухает, но затухает она достаточно близкой области горизонту событий. И вот здесь-то вся информация и содержится. Вот задача найти такие вспышки и детально изучить их поведение. И при этом поляризационные эффекты здесь тоже очень важны, потому что они говорят о структуре пространства времени, ну там вблизи черных дыб, особенно вращающихся, могут возникать эффекты поляризации, тем более, если магнитные поля не хаотические, а более или менее структурированы. Ну вот это позволяет надеяться, что если мы найдем такие вспышки, мы узнаем что-то о горизонтах событий. Были отобраны объекты с непрерывными спектрами разных типов, в том числе объекты, помните, вчера шла речь о том, что есть изолированные черные дыры, которые были обнаружены в результате микролинзирования. Обычно, если звезда на звезде линзируется, ну, еще раз повторяю, далекая звезда, промежуточный гравитирующий объект и мы. Промежуточный объект это гравлинза. Если мы на одной линии, то блеск усиливается. И вот это вот характерное время усиления для обычных звезд, обычной массы, это время, ну, не буду вдаваться в слова всякие, значит, это примерно неделя, скажем, может быть, и короче. Если же речь идет о массивном объекте, то это время достигает года, двух, трех, то есть длинная вспышка далекой звезды что там уже, что еще произошло? Ну, что просто оттенки массы от 360 до 130 массов. Ну, извините, ну, вот так, так оно и есть. Это определяется тем, что непонятная конфигурация геометрическая, где какой объект находится, это с этим связано. Но важно, что понятно, что это не маломассивный объект, это достаточно массивный объект. Дальше все зависит от того, на каком расстоянии какая масса и так далее. Ну, это длинные эффекты микролинзирования, вот так скажем, не недели, а, скажем, там, многие месяцы и годы. Ну, с DC-карликами понятно, это близкие объекты, которые могли бы считаться белыми карликами, но у них нет линий. Их яркость от 13 до 20 величины, и там нет линий. эти DC-карлики характерны там, что нет линий. У карликов наблюдаются линии у белых там от водорода, там, скажем, до железа, как вы знаете. радиообъекты с континуальными оптическими спектрами, был тоже список составлен, это нечто похожее на блазары. Слышали, что такое блазары? Да? Это квазары без линии и с высокой поляризацией. То есть точечные объекты и очень сильно переменные, это тоже очень важно. Ну, и, наконец, объекты в рентгеновском диапазоне неизлучающие, отождественные с оптическими объектами, недвойные системы и безлиний в спектре. Ну, и вот те, о которых я говорил, с независимой оценкой массы, где масса превышает три массы Солнца. Это значит, что это черная дура, если мы там не видим звезду. А в таких случаях мы не видим звезду. Ну, и были наблюдения проведены, примерно несколько десятков разных объектов результат отрицательный. У этих объектов вспышки обнаружены не были. То есть, мы не знаем, может быть, эти объекты и черные дыры просто вспышки очень малую амплитуду имеют. Значит, в принципе, надо продолжать отбор объектов такого типа и продолжать наблюдение. В частности, сейчас мы ищем кандидаты в черные дыры для того, чтобы искать у них вспышки в зонах возможного распада двойных систем, из которых вылетел пульсар. По пульсару мы восстанавливаем траекторию до места, где он родился. Довольно большой процент таких систем двойных, из которых вылетел пульсар, вторым компаньоном содержали черную дыру. И ищем пекулярные объекты с широким спектром от ИК до гамма с медленной переменностью, с особыми цветами, без линий и планируем эти объекты наблюдать. Сопоставляем их, наблюдаемую звездную величину, если мы нашли там оптические объекты, совпадающие, скажем, с рентгеновскими, с боксами ошибок для рентгеновских или гамма-источников. Дальше мы оцениваем, мы определяем расстояние до них, коль скоро есть параллаксы, мы оцениваем их светимость, сравним ее с теоретически предсказанной и делаем вывод, с какой вероятностью этот объект мог бы быть черной дырой. Вот на данный момент у нас есть восемь таких объектов, кандидатов, и вероятность найти среди них черную дыру, сопоставляя, при сопоставлении их светимости с теоретически предсказанной, составляет примерно на 20-25%. То есть она не исчезающе мала. Сейчас задача исследовать эти объекты, получить спектры, увидеть, насколько там нет линий, ну и искать быструю перемену. Здесь несколько слайдов я вам покажу. По наблюдениям вот одно из тех трех черных, возможных черных дыр в пустых местах, вот так это выглядели наши наблюдения, вот здесь должна была бы быть возможная черная дыра, мы ее не нашли и уточнили некоторые параметры, вот те неопределенные, которые были выше приведены, и стало понятно, что либо эта черная дыра находится на большом расстоянии, и масса ее при этом меньше, чем 136 масс Солнца. Ну, это содержательный вывод как-то, диапазон возможных возможных вариантов сузился, но, повторяю, признаков наличия, ну, идея была такая, ну, хорошо, темное место, но вспышки же могут быть с большой амплитудой, и тогда бы даже в темном пустом месте мы бы сказали, что там есть черная дыра, спокойная светимость которой низка, мы ее не обнаружили, но вспышки-то мы могли бы обнаружить, вот для этого мы такого рода наблюдения проводили, результат отрицательный. Ну, и, наконец, здесь довольно много нам удалось сделать, это наблюдение в первую очередь эжифтирующих радиопульсаров, классический объект такого типа, самый молодой пульсар в крабовинной туманности, как я уже говорил, визуально он где-то 15-й, в среднем 15-й звездной величины, находится в центре краба, много его изучали, и мы тоже, ну, прежде всего мы работали с максимально высоким временным разрешением, несколько микросекунд, в надежде решить сразу несколько задач. Во-первых, понять, в свое время была гипотеза великого Иосифа Молча Шкловского, что у пульсара в крабе пик пульса имеет разрыв производный, то есть там острие, понимаете, не что-то такое плавное, а острие. Поэтому надо было его наблюдать с очень высоким временным разрешением, чтобы понять, там действительно острие, потому что первые результаты с невысоким временным разрешением, порядка там десятков микросекунд, вам понятно, почему я микросекунду? Какой период у пульсара в крабе? 33 миллисекунды, а ширина главного пика, там два пульса, ширина главного пульса на половине интенсивности полторы миллисекунды. Значит, чтобы исследовать структуру, нужно по крайней мере там на пару порядков разрешение временное улучшить. Ну, собственно, мы это и проделали, и здесь очень приятная такая кривая, как правило, пульсары исследуются в процессе после сворачивания кривой блеска массива данных с периодом, чтобы получить так называемую сфазированную кривую блеска и накопить побольше фотонов за большое время наблюдения. Это понятная идея, да? Когда вы сфазировано складываете, в одной и той же фазе много фотонов и видите массу деталей. А здесь мы видим напрямую отдельные пульсы пульсаров крабовидной туманности, потому что наблюдения проводились вот с тем самым лавинно-пролетным дионом, о котором я говорил, квантовый выход, у которого очень большой, там, почти 90%, и удалось обнаружить вот, ну, это тривиально, ну, вы видите, главный пульс, вторичный пульс, и вот это впрямую были зарегистрированы отдельные пульсы пульсаров крабовидной туманности на нашем шестиметровом телескопе. Дальше стало понятно, после того, как мы построили с наилучшим мирным решением кривую блеска, это 3,3 микросекунды, что вершина главного пульса однюдь не острая, а вполне себе даже плоская. Это было принципиально, это говорит о размерах, конечных размерах зоны излучения, зоны генерации раствора джета, который панат, ну, излучение, пучка излучения, который мы регистрируем. Вот, совершенно четко и ясно было видно, что эта кривая, эта вершина достаточно воплощенная. Межпульсное пространство было четко получено, что здесь не 2-3% от пика, как было раньше, до нас, а всего лишь 1%. И понятно, почему. Когда высокое временное разрешение, вы хорошо отделяете крылья этих двух пульсов, двух главного и вторичного пульсов, если они, вы плохо их разрешаете, вы завышаете уровень между ними, это ясно, да, крылья перекрываются, и вы не видите реальный уровень излучения вне пульсов. Вот он такой, то есть, скажем так, магнитосфера светит не только в пучках излучения, которые она чиркает по наблюдателю. это очень важный вывод тоже. Ну и панорамные наблюдения были проведены уже с координатно-чувствительным детектором. Вот здесь вы видите картинки, ну где пульсар, вы можете сразу сказать? Вверху или внизу? Ну вот, вы видите четыре картинки, где пульсар? Вверху. Понятно почему, да? Потому что он меняет свой блеск. а звезда сравнения, которая находится в пяти секундах от него, это расстояние пять секунд, она постоянна. И вот эти картинки соответствуют вот это главный пульс, это межпульсное пространство, это вторичный пульс, а это пространство перед главным пульсом, самое малоизлучающее. Вот задача была померить его цвета. Ну, нам удалось показать, что здесь спектр сильно более красный, чем в других частях кривой блеска. Вот Антон в этой работе принимал активное участие. Это так, я справа. Понятно, да? Это удалось сделать именно потому, что у нас был координатный чистительный детектор, и можно было аккуратно отделить излучение пульсара от фонового излучения. Это принципиальная вещь в такого рода наблюдениях, и поэтому нужно использовать координатно-чувствительные детекторы. Вот как это выглядит, ну, с некоторым замедлением. Это спектр пульсара в крабе, и здесь же некий эффект, который мы обнаружили, но о котором громко не сказали. Дело в том, что кривая блеска пульсара в крабе жутко стабильна. Мы видим, как меняется период, сам по себе период, несколько процентов там за десятилетие. Почему? Вы знаете, помните, пульсары, они вообще что? Тормозят. Период возрастает. Но в целом ее форма сохраняется десятилетиями в оптическом диапазоне, при этом в радиодиапазоне импульсы очень изменчивы, очень, хотя в среднем тоже она имеет стабильную форму. В оптике же она стояла всегда железно, и вот нам повезло или не повезло, я не знаю. Мы вслух об этом не сказали, потому что повторный этот эффект мы не наблюдали. Обратите внимание, как изменилась ее форма. Видите, да? Вот она была такой, и стала вот такой. То есть наклон изменился, вершина сместилась, при этом период был практически тем неизмен. Об этом эффекте мы вслух не говорили, но вообще мы держим в голове, что может быть очень редко такие эффекты имеют место быть. Ну и два случая наблюдений на БТА очень слабых пульсаров высоким временным разрешением. Это среднего возраста пульсары. Помните возраст пульсаров в Крабе? Когда вспыхнуло сверхновое? 1054 год. Ну а это два пульсара 150 и 200 с чем-то лет, тоже относительно молодые, очень слабые в оптике. Вот здесь на 6-ти метровом телескопе было обнаружено их пульсирующее излучение. Это пульсар 06-56 плюс 14. В гамма-диапазоне это гамма-пульсары. Вот пульс у него здесь находился, находится, и было обнаружено вот такой же пульс в оптическом диапазоне, и средняя его звездная величина, 25-я звездная величина. То есть мы наблюдали такой объект с микросекундным временным разрешением. Это результат наблюдений несколько часов. Ну, период не очень маленький, 380, ну, понятно, 4 десятых секунды. Эти наблюдения проводились с помощью прибора, тоже панорамного фотометра, наших коллег из Ирландии. Они привозили аппаратуру, мы вместе работали, вместе публиковались. И второй объект такого же типа, так называемый знаменитый геминго, в гамма-диапазоне два пульса, и мы показали, что есть и в оптике пульсы, которые совпадают с гамма-излучением. При этом средняя звездная величина Унгеминги 26-я. 11 часов. Здесь сложенные данные, полученные в течение 11 часов. Это впечатляет. Я поняла, если в этих впечатлениях должно быть синхротронное излучение, а это и есть излучение электрона в магнитных полях, усиленных при падении на черную дыру. Если говорить о черной, мы о черной дырегове, то есть это именно нетепловое синхротронное излучение, оно лишено линий в принципе. Это непрерывный поток фотонов, где нет ни линии излучения, ни линии поглощения, но имеющие определенную форму. Вот мы знаем, как выглядит спектр синхротронного излучения. Не очень понятно. Понятно, что у меня же есть еще картинка, которая вокруг фотонной биры там сядет и негативно. Нет, это не аккреционный диск, это сферическая аккреция. Вот это очень важная тонкость. В двойной системе да, аккреционный диск, и он закрывает горизонт событий. У изолированных черных дыр это сферическая аккреция. Со всех сторон падает вещество малой плотности, поэтому оно прозрачно для выходящего от горизонта события излучения. Понятно? Понятно? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ